запись будем делать все начнем все запись пошла я продемонстрирую экран все начинаем да все да да ага хрометты ароптестер хрометты ароптестер мне осындай сатте елімізде болып жаққан жағдайды бәріміз куәміз енді бір-бірімізге қоян қолдық көмек болу үшін осындай жағдайды бардығымыз осы сен бүгінді таңда отырмыз вебинар өткізек деп республикада болып аққан бәріміз білеміз көріп жатырмыз оқытушыларыңыз бен сіздерін тараптарыңыздан үлкен жұмыс атқарылы батыр азырмына студенттер мен күнді-гүнді жаңалық жаңалық жаңа семтурарматикаттығы бастылып жаққан да жаңалық күнді сағат 12 кеден 24 сағат 7 күн бір апта ой осындай қауырт жұмыстарды жүрбатырмыз бұған республика дайын болған жоқ еліміз дайын болған жоқ әлемдік дегенде осындай пандемия жаряланған тұрпан кейін барлығымыздың бір жәңден баршы шығарып бір жағадан баршы шығарып бір жәңден ол шаратын уақытта келіп отырмыз құрметті әріптестер қазір мен құтықтау сөзді асен тұрарымдағы берем содан кейін әрі қартай жүргіз отырамын кезек-кезек сіздерге кім сөйлейтінің айтып жалпы алты адам бүгін сөйлеу керекті бізде алты спекеріміз барда техникалық жағдайға байланысты сәулеу қайры олымдан дамекуа ол қысы түзімен алынды сондықтан да қазір біз қалған адамдарды сөз беріп бастаймыз ��yorum Forsы ат-ұрек сіздерге біз ек aberға бізгізабір қай жау кауе қамшатып жүргіз қалай которомронды қазір бізде т strainспейді қазір екені қазір екеннің қазір біздер бізде айт їо барpen Острые вопросы для всех одинаковые. Например, в какой форме будем принимать рубежный контроль, в какой форме будем принимать промежуточную аттестацию, итоговый контроль. Поэтому эти вебинары проводятся. Но тема сегодняшнего вебинара, содержание сегодняшнего вебинара, она немного иная. Здесь наши коллеги делятся с методикой преподавания, использованием спецификой своих преподаваний и делятся опытом, кто на какой платформе работает. Поэтому, если вопросы у вас будут по организации итогового контроля, по организации, по проведению промежуточной аттестации, это у нас вопросы следующего семинара, следующего вебинара. Мы сейчас работаем, ожидаем от министерства. Почему министерство у нас часто проводит? Потому что они тоже хотят услышать и выбрать и прийти к общему консенсусу. Продолжение следует... 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 сыграло использование АИС-Платонус. Наши все УМКД были загружены. Но также мы работали уже несколько лет со студентами по академической мобильности в этой сфере. С сентября 2019 года у нас уже имеется небольшое количество студентов, обучающихся по дистанционному обучению. Но, несмотря на это, конечно, с середины марта мы столкнулись с трудностями. Вы все знаете, у нас Платонус то загружался, то не загружался. Это, конечно, связано с тем, что одновременно в одно время более 5000 студентов, более 500 преподавателей вошли в систему. Наш Платонус на сервере не стали выдерживать. Сейчас наш директор заказал еще один сервис, более мощный, который... АИС-Платонус постоянно работает над системой. Все сотрудники Платонуса также очищают систему, помогают нам. Но что же хочется сказать, что во всех университетах Казахстана имеются в настоящий момент такие проблемы. Чтобы разгрузить эту систему, университеты Казахстана дополнительно используют другие платформы. Вот, например, Яну, несмотря на то, что у них намного сильнее Платонус, несмотря на то, что серверы намного сильнее, чем у нас, у них тоже не выдерживают Платонус, поэтому они параллельно используют Moodle. Я недавно обрадовалась, что у нас есть и факультеты, которые тоже параллельно Moodle используют. Это факультет медицинский. На сегодняшний день мы должны научиться использовать другие очень хорошие параллельно платформы, чтобы разгрузить Платон, чтобы помочь работать в системе в нужном режиме. Поэтому мы подготовим серию семинаров, вебинаров, которые ознакомят участников с новыми платформами, новыми облачными образовательными сервисами. На сегодняшний день, допустим, наш университет большей частью использует серверы Zoom, Google Classroom. Дальше WebEx и так далее. Но мы, благодаря нашим переданным преподавателям, возможно, мы научимся на других серверах работать, платформах. Вот сейчас, допустим, Кустанайский университет работает на платформе AirModa и так далее. И все вот в настоящий момент все университеты показывают свой опыт работы. В конце концов, я думаю, в течение вот этого месяца мы, может, познакомимся, научимся и будем использовать эти методы у себя на кафедре, на факультетах. Поэтому мы решили сегодня в скором времени провести этот семинар, где, вот я уже подчеркну, наши передовые преподаватели будут делиться. Я хочу сказать, что это очень смелый поступок наших преподавателей. В очень кратчайший срок они приготовили презентации. Почему мы торопим? Потому что некогда нам думать. Вы знаете, полтора месяца осталось до конца учебного года, но преподаватели должны сейчас совершенствоваться. Видите, как дали недавно неделю для учителей школы, как они уже за неделю многие проработали Zoom и так далее. Поэтому мы тоже можем проработать некоторые сервисы. Я думаю, для этого мы должны друг другу помочь. Слово предоставляется Марат Зинатовичу. Марат Зинатович, продолжайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте всем. Вы меня хорошо слышите? Хорошо слышим, видим. И видите презентацию, да? Да, да, видим, прекрасно. Спасибо. Наш онлайн-курс называется «Введение в экологические риски». Он расположен на платформе Moogs.kz. И данный онлайн-курс разрабатывался в рамках проекта «Повышение компетентности в области устойчивого управления отходами при подготовке специалистов в вузах России и Казахстана». «ЕДУИНВИ» называется наш проект. Значит, у нами было разработано 8 модулей оффлайн-обучения, которые включали 20 различных курсов. Они расположены на платформах ИТМО, а также на платформах ОПЕН КАЗНУ и национальной платформе Moogs.kz. Вот наш курс. Сейчас я хочу показать вам его на реальной платформе Moogs.kz. Это национальная платформа открытого образования. Вы видите, да, платформу? Нет, не видим. Платформу не видите? Извините. Нет, не видим. Сейчас, секундочку. Так. А теперь? Теперь видим, да. Вот национальная платформа открытого образования. Ищем наш курс. Он расположен внизу. Мы его разработали на двух языках. На русском языке и на казахском языке. На русском языке. Давайте просмотрим подробнее. Это основная страница нашего курса. Как видите, здесь вот на двух языках. Посмотреть курс. Кликаем на него. Содержание курса. Так как это онлайн-курс, он не длительный. Вообще, по рекомендациям, он должен составить 5-8 недель. Мы составили на 8 недель. Каждая неделя содержит одну или две темы. Иногда три темы. В каждой теме имеется лекционный материал для чтения, а также видеоматериал. Видеоматериал для снятия видео мы использовали две программы. Бандикам, а также скрин-кастоматик. Имеются тестовые задания по каждой теме. И практические задания. Хочется сказать, что именно на практические задания мы потратили много времени, так как составляли их в связи с требованиями наших магистрантов, этот курс для магистрантов, больше практики и больше связи с жизнью. Спросили материал у наших работодателей, и практически все эти задания мы составляли вместе с ними. Здесь есть страница, где они могут обсуждать студенты весь курс. Начиная с первой недели мы проводили анкетирование. Анкетирование проводили между студентами. Для них отдельные анкеты были составлены для преподавателей, для работодателей и для методистов. То есть при пилотировании курса мы все эти отдельные люди приглашали на этот курс. И они свое мнение высказывали нам. И, соответственно, это служило для улучшения курса. Здесь есть вики, то есть они могли обмениваться информацией. Студенты могут видеть свой прогресс. Ну и хотела показать преподавательский. Панель, это панель управления. На данной странице мы можем смотреть данные студентов, скачивать их данные, разделять их на группы, составлять их электронную почту и так далее, и так далее. И скажу, что для преподавателей есть еще отдельная страница. Вернемся к нашей презентации. Вы ее видите, да? Вы видите презентацию? Нет, не видим. Могу соблюдать меня. Извините. Демонстрацию. Совместный просмотр. Два сна совместного просмотра. Хорошо, сейчас. Теперь видите, да? Да, видим. Спасибо. При разработке нашего онлайн-курса мы использовали различные онлайн-инструменты. А владеть им тоже требовалось времени. Вот, например, Screen Customatic служит для снятия видео. Zoom-конференция – это для, как уже теперь все знают, это для общения с магистрантами. Использовали, естественно, Prezi. Эти два инструмента, HP5 и Antigarden, для создания тестовых заданий. Skype Padlet для того, чтобы студенты могли демонстрировать свои результаты работы. И покажу некоторые результаты. При составлении заданий очень тщательно, четко, конкретно нужно писать, что вы хотите от студентов. И при этом давать им, должна быть четкость задания. Вот, например, мы попросили их создать постер и приложили при этом ссылку, с помощью которой они могут ее создать. И вот результат работы. Этот постер подготовил Букен Адельбек. То есть, должна быть, чтобы получить от студентов, нужно четко написать, что вы от него хотите. Потому что возможность пояснять и так далее бывает очень незначительной. Дальше, например, создание ментальных карт. То есть, тоже, уважаемые студенты, четко было обозначено, что именно мы от них хотим. Здесь все ссылки, которые они могут посмотреть для создания этой карты. И вот она карта, которую, скажем, это вот создали мы, как образец. И дальше, вот смотрите, вот здесь, вот на этом постере, видно созданная карта уже студентов. Естественно, для нас было очень важно послушать их мнение и их комментарии. В основном они хотят больше практических заданий. То есть, меньше теории, больше практики. И видеолекции мы делали длительностью 8-10 минут. Но пришли к мнению, что можно сократить до 6 минут. То есть, более четко давать материал, более разнообразно. И при этом больше красочного. Студентам нравится, что можно обучаться в любое время. А также им понравились задания, потому что они все на развитии критического мышления. И много было количества примеров из жизни. То, что им непосредственно нужно при дальнейшей их работе, как специалистов-экологов. Все на этом. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Рахмед Айгулсапе Абековна. Жумусын, жуты жахсы. У нас плавит когда Алгашка, пионеры в этом деле. Массово открытый онлайн-курс в нашем университете. Первые разработчики пока единственные. Надеемся, после вас у нас авторов МОК-курсов и самих МОК-курсов больше будет. Рахмед Сигем. Можно вопросы задать? Да, конечно. Я, знаете, учитывая, что действительно на открытой онлайн-площадке вы одни из немногих, кто зарегистрировались, подскажите, как долго вы именно опубликовывали, как долго именно переговоры шли с казной Альфа-Раби, чтобы разместить на своей платформе? Я почему спрашиваю, потому что многих преподавателей интересует этот вопрос. Как свои спецкурсы можно было бы там разместить? Договор с казной имени Альфа-Раби у нас имеется, благодаря международному отделу. Договор мы почти три месяца подписывали, но он подписан. Единственное, что когда разрабатывали курс, у них очень много своих нюансов, то есть силабус у них свой, свои требования к видео, к материалу, к тестовым, к самим. У них есть методический совет, мы проходили через экспертизу этого совета. И после всех этих процедур, то есть это заняло у нас сентябрь, октябрь, ноябрь почти три месяца. И в декабре они разрешили нам и дали на платформе место для размещения курса. То есть, ну, думаю, что делясь опытом сейчас, мы можем с вами, если кто-то уже разрабатывает свой курс, сделать это более быстро, так как заговор уже подписан. Требования мы сейчас национальной платформы знаем, и я могу поделиться опытом, я думаю, что это будет быстрее. И как раз хотела сказать, что сейчас очень много преподавателей снимают свои видео, выкладывают их на YouTube. Наши лекции тоже все выложены на YouTube, и с YouTube уже на национальную платформу. То есть, если вы сейчас готовите лекции, делаете видео от пяти до восьми минут, и потом можете их вложить уже готовые лекции на свой онлайн курс. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Если вы получите контент на компьютере, то вы получите контент на компьютере. Все понятно, только вы откройте свою, которая готова уже. Да, вот. Теперь нужно доступ к студентам. Открыть доступ к студентам. Опять у меня задержка. Ну, видать, интернет, наверное. Интернет больше. Да. Так, самое главное... Коллеги, осталось меньше минуты, сейчас вас, наверное, выкинет. Давайте мы переподключимся. Да, хорошо. Хорошо, что это будет доступ к студентам. Ссылка будет доступ к студентам. Ватсап, электронные почты, которые будут доступ к студентам. В этом студенте будут доступ к студентам. Сейчас об этом все будет доступ к студентам. Ай най... Давай в машинке. Я доставлю. Это будет доступ к студентам. В машинке. Мы должны быть доступ к студентам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...